В эфире служба новостей Саров 24 в студии Константин Перевозчиков. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Количество выздоровевших увеличивается. Как развивается ситуация с коронавирусом в Сарове? Зной сменится дождями с грозами, а потом наоборот. Июльская погода готова побить климатические рекорды. О семейных радостях и праздниках. В молодежном центре подвели итоги фотоконкурса, посвященного Дню Любви, Семьи и Верности. Далее расскажем обо всем подробно. В России от коронавирусной инфекции вылечились более 472 тысяч пациентов. Всего за последние сутки в нашей стране зафиксировали 6,5 тысяч новых случаев коронавируса. Общее количество заразившихся с начала пандемии Рысен переваляло отметку в 700 тысяч. Не справились с болезнью и умерли 10 тысяч 667 человек. Президент НИИ, неотложный детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль в своем твиттере призвал людей пользоваться средствами защиты в общественных местах. И отметил, что распространение коронавируса еще не закончилось. А по улицам столицы ходят толпы людей, которые этого не понимают. «Знаю, что если увеличится число зараженных и умерших, будете обвинять мэра, правительство и президента, но не себя», – добавил Рошаль. Нижегородская область заняла второе место в рейтинге по количеству выздоровевших от коронавируса за сутки. Больничные закрыли еще 383 жителям региона. Всего с начала пандемии выздоровели более 13 тысяч нижегородцев. Это почти 68% от общего числа пациентов, у которых был подтверден диагноз COVID-19. Всего в регионе коронавирусом заразились более 19 200 человек. Почти 2000 из них – дети. Более половины юных нижегородцев выздоровели. Продолжают болеть 615 детей. Между тем, в регионе разрешили открыть магазины в торговых центрах. На основании указа губернатора Нижегородской области от 7 июля отделы могут открыться при условии установки системы наблюдения, подключенной к системе видеоаналитики. 26 выздоровели и лишь 24 заболели коронавирусом в Сарове за сутки. Всего с начала пандемии зафиксировано 634 случаи заражения COVID-19. 352 человека справились с болезнью. 47 соровчан госпитализированы в клинике города и областного центра. В инфекционном отделении клинической больницы номер 50 лечится 41 человек. 4 находятся в больницах Нижнего Новгорода. Один из них в тяжелом состоянии. У 25 госпитализированных соровчан болезнь протекает в средне-тяжелой форме. На карантине под наблюдением медиков остаются 189 человек. По данным Министерства просвещения, к концу 2019 года в России не были обеспечены местом в детсадах и яслях 205 тысяч детей. Одно из решений этой проблемы предложили в Государственной Думе. За отказ от места в детском саду ввести ежемесячную выплату. При этом компенсация должна будет равняться прожиточному минимуму ребенка в регионе. В среднем по стране это 11 тысяч рублей. В официальных группах канала 16 в социальных сетях мы обратились к гражданам с вопросом. Согласились бы они на такое предложение. 44% участников опроса не согласны с таким решением проблемы. Чуть больше 20% считают эту идею здравой. В 18% опрошенных денежная сумма показалась маленькой. Волга прогрелась до рекордных 25 градусов. В более мелких реках и озерах вода еще теплее. Жара, которая установилась в регионе, напоминает лето 2010 года. Но по оценкам синоптиков тогда было на 1 градус жарче. По прогнозам метеорологов, июльская погода в этом году будет выше нормы. Как обычно, изнуряющая жара будет сменяться кратковременными дождями с грозами и ветром. Температура воздуха в начале июля бьет рекорды и превышает климатическую норму аж на 10 градусов. Улицы Сарова буквально опустили. Каждый спасается от жары как может. В Саровчане до минимума сократили выходы на улицу. Дом, работа, продуктовый магазин – это, пожалуй, самый популярный маршрут в летний зной. Пройти его нужно быстро, чтобы как меньше попадать под солнечные лучи. И шляпы, и панамки – все у нас в ходу. А рады вообще такому лету? Конечно, конечно рады. Мы пенсионеры, мы дома спасаемся. В Союзе. Вот видите загарку? До протяжки. А вот хожу, а там кондиционеры. Пьем, гуляем, занимаемся делами. Зато на пляже пруду Борового уже в 11 часов было многолюдно. Близость воды хоть как-то дает ощущение прохлады. Да и купальные костюмы не стесняют движений. Многие уже обзавелись красивым, почти южным загаром. По отзывам отдыхающих, вода, особенно возле берега, уже достаточно прогрелась. Теплая вода, почти чистая. Нормально чистая, мы посмотрим. И дети, и взрослые в полной мере наслаждаются летней жарой. Пока одни плещутся в воде, другие принимают солнечные ванны, либо занимаются пляжными видами спорта. Жару в Нижегородскую область принесли антициклон, который сформировался над Южным Уралом, и сухой воздух из-за Волжских степей. Снижение температуры воздуха синоптики прогнозируют только во второй половине дня, 9 июля. А пока все на пляже. Прохладу принесут дожди. Летом они обычно идут после полудня и снижают температуру воздуха на несколько градусов. Но эти послабления будут кратковременными, и жара снова вернется. Что касается июля, то по прогнозу гидрометцентра средняя температура воздуха составит 25-26 градусов. Вообще для июля характерно очень большое количество осадков. Самое максимальное 65-85 миллиметров. Это много. Но мы порой их не замечаем, потому что испаряемость в этот период при высоком солнце достаточно интенсивная. Дожди будут локальными. Возможно, с грозами, с шквалистым ветром и даже градом. Кратковременные ливни – это тоже характерное явление лета. Елена Грецкова, Евгений Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24. С 8 июля в Федеральной службе судебных приставов по Нижегородской области открывается горячая телефонная линия. Сотрудники ведомства будут разъяснять алгоритм действий при совпадении персональных данных граждан в исполнительном производстве. Звонки принимаются ежедневно по номеру 8 831 223 99 56. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Департамент городского хозяйства подвел итоги голосования саровчан по выбору приоритетного объекта благоустройства в рамках программы формирования комфортной городской среды. Всего в опросе на портале www.golosa.ru и в рамках голосования на избирательных участках свое мнение высказали 10,5 тысяч саровчан. Большинство из них решили, что в первую очередь необходимо благоустроить детский парк на улице Сосина. Реновация запланирована на следующий год. В общей сложности на нее планируют потратить от 30 до 40 миллионов рублей. В детском технопарке Кванториум Саров идет предварительная запись на следующий учебный год. Ребят приглашают освоить новейшие технологии, научиться работать в команде и применять полученные навыки для создания собственных проектов. Обучение бесплатное. Детей зачисляют на модуле вне конкурса в порядке очередности поданных заявок. Более подробная информация в официальной группе Кванториум Саров ВКонтакте. Юным саровчанам помогут определиться с выбором профессии. Учеников с 6 по 11 класса приглашают принять участие в новом сезоне всероссийского проекта по ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее». Он состоит из трех этапов. Профориентационной диагностики, практических мероприятий в различных форматах и выдачи индивидуальных рекомендаций по построению образовательной траектории. Пройти интерактивные тесты на знания профессии и профориентацию. Получить информацию о востребованных навыках, а также принять участие в онлайн-курсах можно на портале www.billet.worldskills.ru О том, на какую сумму могут оштрафовать дачника, расскажут по телефону. В среду, 15 июля, в Управлении Росреестра по Нижегородской области пройдет горячая линия по теме «Размеры штрафов, предусмотренных Кодексом об административных правонарушениях, за неисполнение предписания об устранении нарушений земельного законодательства». Звонки будут принимать по номеру 8 831 446 65 84 с 10 утра и до полудня. 8 июля в России отмечают День любви, семьи и верности. Этому празднику был посвящен дистанционный фотоконкурс «Семейный подряд», который проводил молодежный центр. Итоги подвели 8 июля. В каждой номинации определили семью-победительницу, а также подготовили специальный приз. Подробности смотрите в следующем репортаже. Семья Никаноровых активно участвует во всех конкурсах молодежного центра. За 8 лет совместной жизни они получили более 50 грамот. В День семьи, любви и верности Никаноровым вручили еще две. Они стали победителями сразу в двух конкурсах «Радость отцовства» и «Семейный подряд». Хочешь, чтобы дети брали с нас в пример, потому что дети – это наше продолжение, соответственно, дети такие, каких они видят своих родителей. Мы хотим, чтобы наши дети были спортивными, здоровыми и развивали свой творческий потенциал. Победителем конкурса «Семейный подряд» в номинации «Семейное прибавление» стала семья Артюшкиных. Они сделали ряд семейных фотографий с сыновьями – 8-летним Ильей и 4-месячным Ромой. Для Артюшкиных получить грамоту в День семьи, любви и верности особенно ценно. Петр и Феврония всегда для нас пример, чтобы в доме всегда любовь царила, забота, верность, честность, чтобы слышать друг друга и слушать самое главное. Конкурс «Семейный подряд» в молодежном центре проходит ежегодно. В этот раз в нем приняло участие 42 семьи в пяти номинациях. Семейное прибавление, семейный акварель, семейный спортотряд, семейные посиделки и семейная карусель. Задачей конкурса «Семейный подряд» было объединить семьи через совместную творческую деятельность. У нас это получилось, потому что фотографии совершенно замечательные, яркие, креативные. Спасибо большое всем семьям, принявшим участие в этом конкурсе. Сегодня сотрудники молодежного центра готовят для активных семей очередной конкурс, но какой рассказывать не стали. Решили пока оставить в тайне. Ирина Вашегородцева, Евгений Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Веломаршруты, подтягивания и отжимания. Весь июнь в ядерном центре проходил дистанционный спортивный марафон «Антиковид-2020». Более 500 сотрудников НЕВ вместе со своими семьями ставили личные рекорды на спортивном поприще. С совместными усилиями им нужно было набегать и наездить на велосипеде символические дистанции. А потом еще отжаться и потянуться 202 раза. РФЯЦ МНЕВ подвел итоги марафона «Антиковид-2020». Весь июнь сотрудники РФЯЦ МНЕВ самостоятельно занимались спортом на открытых площадках города. Представители девяти коллективов физкультуры РФЯЦ МНЕВ соревновались в беге, велоспорте и силовых упражнениях. В зачет шла совокупность результатов всех членов команды. В первом этапе с 1 по 10 июня участники должны были преодолеть суммарную дистанцию в 2020 километров. С 11 по 20 июня веломаршрут в 20 200 километров. С 21 по 30 июня женщины соревновались в отжимании, мужчины в подтягивании в индивидуальном зачете. Отжимание и подтягивание в течение 10 дней нужно было уже каждому сделать 202 отжимания или 202 подтягивания. Ну, надо сказать, что все выполнили практически. Мы перевыполнили бег. У нас там получилось порядка 5 тысяч. Мы набежали. Перевыполнили тоже велосипедный спорт. У нас там получилось тоже около 23 тысяч. И, соответственно, все практические участники выполнили отжимания и подтягивания по 202 раза. Кто-то мог не отжиматься. То есть мы не обязательно заставляли всех выполнять все эти три этапа. Кто-то мог на велосипеде проехать, кто-то пробежать, кто-то только отжаться. Всего было более 500 человек, которые приняли участие в том или ином этапе этого марафона. Все три этапа прошли 214 человек. Результаты фиксировали дистанционно. Марафонцы отправляли организаторам дорожную карту с пройденным маршрутом, количество километров за день, фото и видеоматериалы с дистанции. Соревнование проводилось без ограничения по возрасту. Сотрудники с удовольствием участвовали сами, а также привлекали членов семьи и даже домашних питомцев. Мы стараемся, чтобы люди подключали еще свою семью. То есть и дети участвовали, маленькие, до 7 лет, и среднее возраст, и старшеклассники. То есть народ привлекался. То есть дети вместе с родителями отжимались, приседали, ездили на велосипеде, подтягивались, бегали. И чем больше участников, тем больше пройденных километров. В госкорпорации «Росатом» всегда большое внимание уделяется достижению спортивных высот и активной деятельности. С начала пандемии сотрудники ядерного центра не сидят на месте. Поддерживают свою физическую форму, организовывают челленджи и флешмобы. Главная цель организаторов марафона – и дальше привлекать сотрудников к занятиям физкультурой. Несмотря на то, что тренажерные залы по-прежнему закрыты. С конца марта у нас ни одного мероприятия спортивного официального во МНЕФе не проходило. Соответственно, люди хотят двигаться хотя бы на дому. То есть изначально мы делали три этапа домашних челленджа «Железный человек». Они проходили дома. То есть мы отжимались, приседали, поднимали тяжести, стояли планку. Все это снимали на видео. Все это было дома. Подводились итоги. То есть повышалось каждый день ступени. И, например, к седьмому дню надо было уже отжаться 60 раз, присесть 50 раз, планку простоять 4 минуты. То есть уже не каждый это справится. По словам заместителя начальника отдела физкультуры и спорта Орфеат Смнеев Вадима Шевчука, после снятия ограничений в тренировочном процессе ожидается наплыв спортсменов, которые истосковались по полноценным занятиям. Мы даже разработали специальную систему тренировок на дому. Сейчас тоже отправили по нашей внутренней сети, чтобы люди как-то что-то могли делать. Потому что мы пока не понимаем, когда все это закончится. Но я думаю, что бум будет такой серьезный. Потому что чуть какое-то послабление, нам уже сразу звонки идут, когда можно в зал прийти, когда можно заниматься там-то, там-то, на каких-то площадках. В мае в нашем городе должно было состояться одно из крупнейших спортивных событий отрасли – летняя Атамиада. На ней традиционно выявляют лучших в мини-футболе, настольном теннисе, бандминтоне, гиревом спорте, плавании, баскетболе, легкой атлетике и пляжном волейболе. В связи с пандемией спартакиаду пришлось перенести на предварительную дату с 10 по 13 сентября. Спортсмены активно готовятся к соревнованиям и надеются, что к этому времени разрешат проводить массовые мероприятия. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова